Сел царь Дмитрий Иванович, при полной народной поддержке. Надо сказать, что, назову вещи своими именами, процент польской шляфты, которая пришла с царевичем Федором, извините меня, Дмитрием Ивановичем в Москву, был ничтожен. Основной поддержкой оказалось собственное русское население, и в этом отношении ни о какой интервенции, ни о каком вторжении, ни о каком-то серьезном влиянии речи посполитой на русские дела не может быть и речи. Более того, политика лжедневной 1-го, а на престоле просидел все-таки почти год, до мая следующего 1606 года, никаким образом не было сервильное по отношению к речи посполитой, даже наоборот, самозванец явно выказывал себя самостоятельной политической фигурой. Здесь еще два слова об одном важном событии. Как только самозванец сел на русский престол, он сразу поспешил исполнить свое обещание, даже письменное обязательство, и речь посполитую была отправлена делегация за невестой. Значит, Марина Мнишек ждала своего будущего мужа в Кракове, туда прибыл глава русского посольского приказа Дьякова Фанасий Гласик. В Кракове была проведена церемония венчания, как это не странно. Дело в том, что у католиков существует такой брак перпокура, брак с заместителем жениха. У нас это невозможно православных. Католики вполне себе возможны. Именно так женились все европейские государя, заместители жениха, например. Ну, как Генрих VIII посудал своего канцлера, например, в Германию или в Испанию, имея в виду знаменитого британского короля. Значит, там на месте играли свадьбы, и его будущая жена приезжала уже готовой королевой, что называется, полным статусом, для того, чтобы не нарушить отношения сторон. Вот Дьяков Фанасий Гласик, Требов-Краков, в качестве заместителя жениха присутствовал на церемонии, надел на палец Марины кольцо, потом быстро его снял, спрятал в карман. Современники очень подробно описали эту деталь. И сказал, что вообще с точки зрения православных, как церемония, иметь никакого значения, потому что главное действие будет в Москве. Но главное действие случилось в Москве довольно продолжительное время спустя. Краковская церемония – это ноябрь 605 года, а свадьба Марины Мнишек и самозванца в Москве – это май 606. Представляете, да, сколько там? Ну, 70 почти прошло. Ну, почему с такой задержкой? Это тоже долгий разговор. Так или иначе, в конце апреля 606 года большая польская делегация явилась в Москву. Марина сопровождала, так сказать, ее близающие родственники, отец. Брат, два польских дипломата, довольно большая делегация. Свадебные торжества застянулись на несколько дней. А буквально через, на пятый день после свадьбы, в Москве случилось восстание. Лжедмитрий был убит. Ну, если почитать русские источники, то они все сводят на самом деле... Ой, прошу прощения, я не выключил телефон. Сейчас, виноват. Все, прошу прощения. Так вот, если почитать русских современников, они пишут в основном о безобразном вызывающем поведении поляков, привыкших вместе с Мариной Мишек в Москву. На самом деле, конечно, этот элемент раздражения, безусловно, существовал. Но существеннее очевидно было то, что за эти 9 месяцев, судя по всему, серьезных надежд на нового государя, который придет и все устраивает, они эти надежды не оправдались. То есть, вдобавок ко всему, самозванец готовил одно существенное военное мероприятие, которое, судя по всему, вызывало большой негативный отклик у дворянства. Значит, это поход на Крым. Надо сказать, что русская армия вообще на Крым не хотела. Первый русский поход на Крым серьезный был только в конце 17 века. Ну, это известный поход Василия Голицына при Сухе. То есть, до Крыма идти было тяжело, степи, вдобавок ко всему, крымская арда была всегда хорошо мобилизована. Поэтому русские люди предпочитали строить засечные черты, за ними отсиживаться. Постепенно, двигая их на юг, наши, как вы помните, от родной Вантула, совершили там километров за 200 в конце 17 века от перекопа. Вот, что называется, медленным таким путем пригоращивали куски, так сказать, степных территорий. Самозванец задумал поход. И, судя по всему, сточить с серьезной силой, которая подорвала, собственно говоря, и планы похода, и, в конце концов, привела к тому, что он был убит, были дворяне, которые не хотели в этот поход идти. Он целил им кучу разнообразных неприятностей. Ну, здесь, может быть, тоже стоит сказать о том, как устроена была русская армия, откуда, собственно, неприятности брались. Я уже вам говорил, что российское государство расплачивалось с дворянским за службу землей. Поэтому дворянин должен был идти на службу, что называется, всем себя снабжая самым. То есть он государство не считало, что необходимо было кормить и поить. И в этом смысле, в случае, дальние походы всегда были для русской армии, ну, считается, это, сказать, до конца 17 века, пока баланс не нарушился, и дворянство не стало второстепенной силой армии. Появились пешие полки, там полки нового строя, стрельцы, это случится позже немного. Так вот, в этом смысле армия для долгих походов была, в мягко выражаясь, не очень приспособлена. И, ну, просто потому, что рядом оторвалось, например, свое хозяйство. Хотя очень мелкие дворяне очень часто работали сами со соходами, между прочим. Так сказать, никаких крепостных в абсолютном обществе не было и быть не могло. Все, вот, малоземельности и небольших достатков. Проще говоря, гибель самосванца в мае 605-го года, в мае 606-го года в Москве, так сказать, стала следствием разнообразных событий, в том числе и, безусловно, тех, о которых писали современники, но еще и разного другого рода обстоятельств. Но, знаете, если возникает восстание, оно может сколько угодно называться народным и каким угодно, но у него всегда есть верхушка, всегда есть какие-то люди, которые, что называется, в этом восстании заинтересованы больше других. Современники отмечали, что таким человеком, у которого, так сказать, собирались недовольные равнением Лжедмитрия I, был боярин Василий Иван Шульский. Вот тот самый, помните, который мы и говорим, который следствием выглечили. Поэтому ничего удивительного, что после того, как Лжедмитрий был убит, собрали некое подобие земского собора, и земский собор прогласил новым русским царем Боярину Василий Ивановича Шульского. Почему некое подобие собора? Потому что настоящий земский собор, вот тот, который избирал Борисович Годонова, его собирали несколько месяцев. Делегаты приезжали из разных концов российского государства. В Москве, которая только что пережила тяжелее события, ну, какие делегаты? Времени не было даже для этого. Поэтому вся процедура явно прекратила кому-то, скажем, по сокращенной схеме, судя по всему, что потом царем Василий Ивановича Шульского регулярно упоминалось. О том, что избран он как-то, в общем, не совсем правильно. Мало того, что само по себе избрание нехорошо, кого еще избрали, он так высокоил, почему нет, да? Нет, нам не мешает, наоборот, если вам... Да, мешает. И на четыре года русским царем между 1606 и 1610 годом стал второй избранный царь в российской истории, военний Василий Ивановичевский. Значит, его проблемы характеризуют второй этап смуты. Этот второй этап смуты вообще представляет собой время, которое мы сейчас бы назвали, наверное, по старой традиции, гражданской войной и иностранной военной интервенции. Помните такое, наверное, в начале 20 века, когда он был? В чем тут дело? Как я уже говорил, поддержку Речи Посполитой как государства Дмитрий I не имел. Даже вообще серьезной поддержки от этого не имел. Но после того, как он был убит, тут неожиданно выяснилось, что мысль о том, что царевич Дмитрий Иванович жив, всплыла, опять, вот такой неубиваемый у нас был царь Дмитрий Иванович, выглядела вообще процедурой утверждения нового царя следующим образом. Из Москвы после венчания нацарства, шапка Манамаха в Успенском соборе Московского Кремля, чины и мелкие государевы двора отправлялись по уездным городам с специальными крестьяршными грамотами, крестоприводные грамотами назывались. Значит, в уездных городах, Тулы, Ярославль, Владимир, Переславль-Залезский и так далее. У нас почти четыре десятка, четыре сотни было тогда. Сибирские города, которые тогда были тоже, в Тобольске, в том же самом. Народ собирался в соборных храмах и там приносил коллективную присягу дому царю. И вот выяснилось, что процесс принесения присяги царю Василию Ивановичу Шульскому далеко не все собираются присягать вообще-то. Были территории, которые просто отсиживались, выжидая, что будет. Были территории, которые откровенно отказывались от этого дела. То есть Россия, грубо говоря, поделилась на сторонников и противников нового царя. Значит, вдобавок к этой идее о том, что царевич, царь Дмитрий Иванович жив, довольно неожиданно обрела новое воплощение. Буквально прошло там несколько месяцев после событий в Москве, когда Дмитрий был убит, вроде бы как при всех. И царь Василий Шульский, кстати, организовал причисление к люку святых царевича Дмитрия Ивановича. Его мучи были принесены из Зублича. Все были предъявлены, что царевича Дмитрия никого на свете нет. Он уже в собне святых у нас пребывает и похоронен в Аркангельском соборе Московской Кремли. Не помогло. Не помогло. И на границе с Российским государством появился второй самозванец. Значит, известный у нас, как уже Дмитрий II, либо под прозвищем Тушинский вор. Вокруг этого человека собрались люди, которые отказались признавать власть царя Василия Ивановича, сторонники уцелевшего царя. Вдобавок к нему пришли на службу несколько довольно серьезных польских отрядов во главе со своими командирами, тоже как наемники. И вся эта армия двинулась в Москве. Эпизод с Болотником и Тула я его пускаю, потому что вы должны знать лучше меня. Даже не буду рассказывать, что это такое. Почему это? Хотите? Хорошо. Да. И вся эта армия, которую вел Дмитрий II, осела под Москвой в селе, которое называется Тушино. У нас сейчас метро называется Тушинское. Собственно говоря, в Тушине организовался второй центр власти Российского государства. Лжедмитрий II, он же Тушинский вор, это второе его официальное прозвище, под которым он фигурит в русских источниках официальных. Тушин устроен на момент в столице. У него там были приказы, как в Москве. Были свои бояре, был свой двор. Была своя армия. Армия стояла, условно говоря, из трех частей. Это, во-первых, сторонники Лжедмитрия I, которые переметнулись в Тушинское второе. Во-вторых, это польские наемники. И, в-третьих, это серьезный процент казаков, с которыми Лжедмитрий II пришел. Казаки были варены на Лжедмитрия I, но существенную роль не играли. А тут, в общем, их шансователь собралось довольно много. Там, где есть, что пограбить, казаки будут всегда очень охотно в этом деле участвовать. Так вот, значит... Ну что, правда про Тулу что-то рассказывать? Два слова. Вот, когда вся эта авантюра заваривалась, поход же Дмитрий II начинал с белорусских границ. Так сказать, современной Белоруссии я имею в виду. В Москве появился на территории Московского государства воевода, который провозгласил себя воеводой царя Дмитрия Ивановича. Звали его Иван Исаевич Болотников. И был он, по некоторым сведениям, тоже, кстати, с Тульской области. Он, скажем, картина был в времени. Человек довольно богатой биографии. Воевал где-то на южных границах, был взят плен турками. Проделал путешествия через всю Европу. Пешков. Значит, один иностранный, современний, довольно подробную биографию писал. И вернулся в Россию где-то вот накануне событий смутного времени. То есть, проще говоря, это был человек с колоссальным военным опытом. Просто военный по духу. Повторяю, какой он там был, не крестьянский сын, бутваринин. Значит, вот московские сторонники того, что царь Дмитрий Иванович жив, собрались под его знамена. Значит, и вдобавок, некоторое время спустя в лагере Болотникова и Болотниковца, будем называть их так аккуратно, появился еще один самозванец. На этот раз уже не Дмитрий, а звали его Петр. Это был вообще казахский сын, который разгласил себя сыном царя Федор Ивановича. Царя Федор Ивановича, напомню, сыновей не было. Вот этот царевич Петр стал как бы таким знаменем армии Болотникова. Как вы понимаете, по рангу царевич Дмитрий был старше царевича Петра, поскольку царевич Дмитрий был сыном царя Ивана Грозного, а царевич Петр был сыном его сыном царя Федор Ивановича. И тот, кто был великий, понятное дело. Вот Болотниковская армия включала в себя дворянские отряды, индивидуальные шеребовы, дворяне русского юга. Вот самую существенную роль, одну из самых ключевых ролей в армии Болотникова играла отряд епифанских дворян во главе со своим командиром, которого звали из Тома Пашков. Это был такой знаменичший персонаж смутного времени. Сейчас епифань на карте не найдешь. Могучая крепость русского юга была. С одним из самых больших гарнизонов. В Туле был меньше, чем епифань. Так вот, армия сторонников Лжедмитрия II отправилась. Еще пока Лжедмитрий не оказался в Тувшино, раньше, за несколько месяцев до этого, захватывать Москву. В итоге под Москвой лагерь после сражений в районе современного Коломенского развалился. Часть сторонников, тот же самый Истоков Пашков, перешли в лагерь Василия Шуйского, а Болотников со своими верными сторонниками стал отступать на юг. В итоге оказался в Туле. В Туле его армия Василий Ивановича Шуйского осадила, и, как известно, вынужденно он был сдаться. Сдаться, потому что уку подтопили. Вообще, Тула была крепостью, которую было довольно тяжело взять. То есть, не сказать, невозможно, если нет хорошей осадной артиллерии. Но, не знаю каким странным образом, ваш замечательный рынок построен на нескольком берегу реки Упы. Нашелся умный человек. В лагере царя Василия Шуйского, известный его имен, звали его Фомас Умин, сын Кравков. Это человек, лагеря которым Тула была взята, который надоумен забрудить Упу мешками с землей. Что случилось? Тула не была затоплена, но подтопила все подвалы. А в подвалах у нас что хранится? И да. Совершенно верно. То есть, просто в ноябре месяце болотников, сидевших в Туле, остались просто без припасов. Кстати, лет 15 назад, когда музей исповедник, еще не музей исповедник наш, его предшественник, Тульское археологическое товарищество, проводил раскопки на территории Кремля. Это отличным образом подтвердилось. Там дошли до слова XVII века, буквально метре, наверное, полутора от современной поверхности. Вдруг стала резко поступать вода. То есть, стало понятно, что Кравков надумал сделать, и как это было осуществлено. Затопили Тулу, вода поднялась еще выше, все осталось без припасов. В итоге, болотников и его сторонники сдали царевича Петра, признали свое вино. Царевича Петра повесили, болотников отправили в Дарнюю суд, правда, тоже потом утопили. То есть, в общем, такой раскол в лагере вчерашних союзников это был совершенно смутно нормальное время. В данном случае так же. Но пока все эти события вокруг Тулу происходили, набрал обороты Жудмитрия II, значит, он опоздал немножко в Тулу, возможно, если бы он успел сюда, все бы как-то было иначе. Но он отправился сразу под Москву, и так, в 606 году, в исходе его, под Москвой образовалось два центра власти. А это, собственно говоря, есть ситуация, которая называется гражданская война. Понимаете? Да, когда общество расколот, так сказать, не по классу принца, просто вот как-то пополам, непонятно. Выяснилось, что ни Жудмитрий II Тушинский гор не может Россию привезти к кресту, ни царь Василий Иванович тоже не может этого сделать. А что в этих случаях делают всегда? Прибывают помощи кого? Соседей обязательно. Поэтому царь Василий Иванович отправил две грамоты двум соседним государствам. Одну отправили в Бахчисарай с просьбой о военной помощи, другую в Швецию с такой же точно просьбой. Ну, татарам, слава Богу, в этот момент было не до России. Армия крымского хана в это время воевала в Трансильвании, территории современной Венгрии, в составе армии турецкого султана. И, в общем, что он, слава Богу, что был не до них. Но что касается шведского короля, то он поступил разумно как положено шведам. Он разрешил царю Василию Ивановичу Шульскому нанять отряд наемников. 15 тысяч профессиональных воинов. Совсем не шведов. Шведов там было немного. Немцы, датчане, ну, что же называется, разные спроты, современным языком выражаясь. Повторю еще раз, они были наняты. Это не отряд шведского короля. На переговорах в город Нару, это тогдашняя пограничная крепость между российскими и шведскими владениями в Прибалтске, отправлен был дальний родственник царя Василия. Ивановича Шульского, Михаил Скопин-Шульский, 20-летний юноша, с большими судьбами по всему государственными военными талантами. В итоге договор был заключен. Значит, и объединенная русско-шведская армия, шведская очень условная, во главе с таким же, как молодым, как Скопин-Шульский, шведским генералом, которого звали Яков Далагарти, ему тоже было 20 лет всего лучше. Вообще, карьера тогда делалась вообще в юном возрасте практически. Отправилась, собственно, с западной королицы России в сторону Москвы, по дороге приводя к присяниям все подвернувшиеся территории, которые отказывались до этого делать. И надо сказать, что этот марш был исключительно удачен в 610 году, летом в июне месяце, всего лишь там какие-то считанные, сколько там, меньше полгода прошло. Практически вся территория российского государства, на которую удавалось накрыть вот этой вот объединенной русско-шведской армией, была приведена в кресту центральной московской власти. И потушено, надо сказать, уже тогда зашатался, так сказать, в некотором смысле трон, потому что официальной поддержки до поры до времени туршнурский вор не имел. Но и он ее опрет. На этот раз в лице польского короля. Что тут случилось? Как только был подпирсен в наркотик договор на имя шведского отряда в Речи Посполитой, польский король Гезмунд III счел себя оскорбленным, и счел необходимо для себя вмешаться в русские дела. И он уже говорил, что он был наполовину шведу. Когда король был совсем юн, перед ним была вообще замечательная перспектива. Он мог занять и польский строн, поскольку югелон по матери принадлежат старой традиции, мог шведский трон занять. Он отправился в Речь Посполитую, где Сейм утвердил его польским королем. Но он, собственно, всю свою жизнь мечтал стать еще королем Швеции. Единственное, что ему мешало, он был ярый католик, мама его вырастила в таких жестких католических традициях, а Швеция была страна, победившая протестантизм. Самой протестантской страной была не Германия, а Швеция в те времена во главе с собственной протестантской династией Вазы. Поэтому русско- извините, шведско-польские отношения конца 16-17 века это практически беспрерывная череда войн. Воин при Балтике. Воин, который король Сигизмун III был постоянно в надежде стать королем двух государств, объединение которых превратило бы Большое Балтийское море в внутреннее море одного государства. Представляете, как удобно. Но мечта не сбывалась, но много сил на это было положено. И, соответственно, польский король очень подозрительно смотрел на контакты шведов с другими государствами. А тут, наше такого случается, был подписан договор с российским государством. И что сделал польский король? Ну, понятное дело, он сделал то, что, в общем, и ожидалось. Первое, что он сделал, он садил город Смоленск. Смоленск находился на границе России и Речи Посполитой. Исторически был русским городом. Попал под власть великих князей в Литовской, еще при Витовте, в начале 15 века, в 1402, если не ошибаюсь, году. и продолжал оставаться постоянным камнем преткновения в русско-литовских сначала, а потом, после объединения польско-литовского государства в Едины и в русско-литовских речи Посполитых делах, так был постоянным предметом спора. Но спор решался всегда военным образом. Ну, поскольку дипломатичный, что-то достичь было нельзя. Как только ослабивало польско-литовское государство, русское государство захватывало Смоленск, как только ослабивало русское государство, происходило прямо противоположное. В 1514 году в Польше были в Речи Посполитой еще не лучшие времена, и московский великий князь Василий III отобрал Смоленск у польско-литовского государства, причем его в состав российского государства. Честь этого в Москве был основан Новодевичий монастырь. Знаете, да, так вот, да? Это как раз ровно по этому поводу. А теперь столетие спустя ситуации поменялось. польско-литовский король не отправился в Москву, он осадил Смоленск. Надо сказать, осадил он его, в общем, довольно вовремя, потому что смоленский гарнизон, смоленские стрельцы в это время воевали на территории российского государства. Гарнизон был ослаблен в значительной степени, но у Смоленска было одно, конечно, колоссальное преимущество. При царе Федоре Иоаннче Смоленска окружили огромными крепостными стенами. Самая большая крепость России это Смоленск, построенный в конце 16 века. И, судя по всему, с приказами там было неплохо. Несмотря на не очень сильный гарнизон, Смоленск представлял собой серьезную военную опасность. И, не взяв его, польский король даже не рисковал двигаться дальше. Одновременно король отправил своих гонцов в Тушинский лагерь самозванца. Тушинский лагерь быстро раскололся и польско-литовская его часть, то есть те гетманы, которые пришли со своими отрядами с Лжедмитрием Вторым, перешли на сторону короля. Это был конец Тушина. Потому что зашаталась и русская составная часть, какая-то часть рванул к Василию Жуйскому. И так вот как-то самостоятельно Тушина продолжали существовать что казацкие отряды во главе с командирами одного звали князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Он был князь Ирюрикович измельчавший и совсем не казак его происхождение. Но вот они казаки считали его своим и он у них был сам авторитетным командиром. А еще там был уже казачий командир, который звали Иван Мартынович Зарусский. Вот поэтому Тушина перестала существовать и как только Тушинский лагерь развалился, Живитрий Первый из него бежал, потому что исчезла его опора. Бежал он на юг, судя по всему рассчитывая повторить тот триумф, который в свое время пережил Живитрий Первый. На юге повторяю, самозванцем всегда оказывалась поддержка. Но он бежал недалеко, оказался он в Калуге и в декабре 60-го года в Калуге был убит. Убит он надо сказать был при таких довольно странных обстоятельствах. Застрелил во время охоты один из татарских царевичей, из Касимовских царевичей, оказавшихся там. И там под этим не было никаких политических мотивов, какие-то личные неприязни похожи были. Но так или иначе Дмитрий Второй исчез с политической сцены. А кто на этой политической сцене остался? Осталась женщина, которая звала Маирина Юрьевна Мишина. Здесь нам тоже надо вернуться в хороших американских триллерах в 1606 год. Лжедмитрий Первый погиб в Москве. Его польская свита, в том числе жена приехавшая, с которой уже собрали свадьбу, тесть Юрия Мишек, брат Ежи, не помню как звали брата Марины Мишек. В общем вся эта польская составляющая была правительством царя Василия Шуйского арестована и интернирована в Ярославе. Начались переговоры с королем Сигинзмоном Третьим, еще отношения были не военными, как вы понимаете, 66-й год, это еще надо до интервенции польской дожить. В итоге договорились о том, что поляков отпускают из России назад на родину. И все вернулись народно, кроме Марины Мишек. Вот тут начинается самая темная история, что вообще при Марины Мишек существовал секретарь. Это секретарь был дневник. Дневник, это признак даже переведен на русский язык. И самая темная часть этого дневника, каким образом Марина, двигавшаяся из Ярославля в сторону родины своей, вдруг почему-то оказалась в Тушинском лагере. То ли ее перехватили по дороге, так сказать, какова там была степень насилия, или это была женщина, которая по духу своему была склонна к авантюрам, в общем сказать, довольно трудно. Так или иначе, она оказалась в Тушинском лагере, признала Дмитрия II своим мужем, который уцелел в Москве в 65-м году, даже развивать у него сына. Но это был в 66-й год, а теперь на дворе на 610-й Тушинский лагерь свалился. Марина бежала вместе с сыном небольшим отрядом верных ей казахов и Лжедмитрия в Колубу, где Лжедмитрий был убит. И дальше стало понятно, что всей этой компанией надо куда-то двигаться. Значит, и куда они двинулись в 60-м году? Они двинулись на русский юг, по понятным совершенно причинам надежды обрести поддержку местного южного дворянства. Надо сказать, что юг, похоже, довольно слабо был вообще затронут событиями смуты. Все политические страсти, о которых я говорил, они кипели где-то в центре. А тут в глубинке, похоже, жизнь продолжалась вообще каким-то своим чередом. Как или иначе, Марина сменила несколько южных крепостей. Она побывала в Михайлове, в Крапивне, а в итоге осела в городе Епифания, в тогдашней крепости. Епифания была в последней столице русской царицы. Марина Мишечка. Это все происходило в начале 611 года. А летом 610 года одновременно с крушением Тушинского лагеря и с концом Шепетрия I наступил конец царя Василия Ивановича Шульского. Вообще, такая синхронизация довольно странная, но в истории по-разному бывает. Что случилось с царем Василием Ивановичем? Как вы помните, он не мог справиться с Шепетрием II. Значит, сообъединенная русско-шведская армия привела к присяге значительную часть русских земель, пришла в Москву, победоносный полководец Михаил Скопин-Шуйский в Москве скончался. В чем, естественно, ходили слухи, что был отравлен своим дядей, потому что дядя видел политического конкурента. Ну, трудно сказать, так это было или нет. Но так или иначе, одновременно с этим польский король осаждал Смоленск. И стало понятно, что русско-польской войны не избежать. Осаждая Смоленск, король собрал большую армию, отправил ее на Москву. Царь же Василий Шуйский собрал оставки вооруженных сил и поставил в качестве полководца своего родственника, брата, Дмитрия Ивановича Шуйского, человек, похожий, совершенно бездарного. Значит, и армия сошлись под селом, которое сейчас называется Клушино, и находится оно недалеко от города Кжанск, он же Кагарин. Село Клушино это родина Юрия Алексеевича Кагарина, между прочим. Так что на родине Кагарина случилось событие, которое завершило второй этап смутного времени, ибо в этом сражении царя Василия Шуйский его армия была разбита. Польский король двинулся на Москву, дворяне, бояре Майерской думы попытки как-то предотвратить дальнейший ход событий свела царь Василий Шуйского с царского трона. Первый, последний раз в русской истории такое, кстати, случилось. Его насильно постригли монахи. И, собственно говоря, Россия оказалась в той же ситуации, которая уже была в 1598 войну и второй раз в 1605. То есть он остался без царя. Что надо было делать? Надо было избирать царя в третий раз. Майерри договорились больше своих не избирать и решили убить одним ударом бухгазицев сразу, отправив делегацию на переговор к польскому королю под Смоленск в попытке залучить в русские цари сына короля Сигизмонда III королевича Владислава. Не надо думать, что это был такой глупый ощущение, тем более, как это иногда пишут, предательский шаг. Все было продумано. Была составлена целая такая программа как сделать королевича Владислава русским царем Владиславом Сигизмундовичем. Он должен был принять православие, жениться на русский, в его дворе не должно было быть поляков и католиков. То есть, в общем, все было как-то обставлено довольно грамотно. Но проблема заключалась в том, что те времена, когда Боярская дума могла что-то диктовать польскому королю, прошли. Польский король был хозяином положения, в России царил хаос, центрального правительства не было, и переговоры, на которые делегация отправилась под Смоленск, в общем, затянулись. Потом польский король, судя по всему, решил, что вместо того, чтобы отдавать своего сына, он, может быть, сам станет русским царем. Там было много всяких политических согласнов на этот счет. Но так или иначе, переговоры эти затянулись, и делегация так осела по Смоленскому на несколько месяцев, потом вообще была арестована и отправлена в Речь Посполитову. А во главе делегации был митрополит ростовский филарет. Помните, Федора Никитича Романова, того самого бояря, на который при Борисе Водонове пострадал. Вот он, собственно говоря, чем он смуту занимался, не очень ясно, но был он поставлен во главе делегации, которая была отправлена на переговоры по Смоленскому. Таким образом, завершился второй этап с мутой, завершился он, на такой же непонятной ноте, что дальше будет. А дальше случилось то, что, очевидно, тоже никто не предсказал. Это история, есть памятник. На Красной площади в пункте стоят два гражданина Бродзова. Одного звали князь Михайлович Пожарский, другого звали Казьма Минин. Случилось образование так называемого второго ополчения. Вообще, при слове ополчения всегда возникает какие-то ряды мужиков с дублинами, которые живут, там что-то громят, и все не так. На самом деле, ополчение, которое собрали в Нижегородце, на казну, которую сами же скинулись, это были, собственно говоря, профессиональные военные отряды русских дворян, которые были просто наняты на деньги, собранные Нижегородцами. Деньги собирал местные земские старосты, Казьма Минин, земские старосты, но что это такое? Ну, глава администрации, если угодно, выборное лицо. Значит, была поставлена задача перед ополчением освободить Москву, потом собрать Семский собор в третий раз, для того, чтобы избрать нового царя. Значит, задача была, как вы знаете, с Брестом выполнена. В конце 612 года, ровно 4 ноября, русская армия второе ополчение, точнее, освободила Москву, польско-литовский гарнизон, сидевший в Кремле, сдался, и на повестку дня встал, так сказать, вопросов избирать Варсобор. Значит, но поскольку все было договорено заранее, то сразу были отправлены концы, в разных концы российского государства, Земский собор собрался в начале 13-го года, потом там подъезжали еще делегаты, так или иначе, в феврале 1613 года, в результате заседания Земского собора был избран новый церковь. Зывали у Михаила Федоровича Романов, и было ему всего 16 лет. И надо сказать, что персонаж это был совершенно незаметный и абсолютно политическая история эпохи смутного времени не отметившись. Может быть, поэтому выбора пал. Но была еще одна существенная вещь. Маленький Михаил Федорович Романов, малолетний по русским понятиям, потому что малолетними на Руси считали секту неженатым. Хотя в 14-15 лет женатым это было абсолютно нормально в те времена. Так вот, Михаил Федорович Романов судя по всему, был фигурой компромисса. Он не принадлежал никаким политическим партиям. Он не был сторонником ни Лжедмитрия II, ни Лжедмитрия I, ни тем более Василия Шуйского. Вообще вот никак не был замазан. Вдобавок, во всем, был внучатом-племянником первой жены Ивана Гроздова, что тоже, наверное, собралось в честную роль. Так или иначе, третьи выборы российского государя, третьи, повторяю, относительно непродолжен этот период российской истории, вполне себе увенчались успехом. И на 300 лет на российском престоле поселилась, вот родилась династия Романов. Собственно говоря, вторая правящая династия российского государства. Вот, собственно говоря, такова канва событий, несколько похожая, наверное, на триллер, в ходе которых собственно государство сначала рухнуло, а потом возродилось. Теперь, что касается Дня народного единства и единства вообще. 4 ноября 1612 года, когда Кремлевский гарнизон не сдался, а единства еще не было и речи, потому что в городе Епифаль сидел в это время Марина Мнишек с верными ей отрядами. В Епифаль прибыли гонцы несколько месяцев спустя, посланы Земским собором, это была уже весна 1613 года, с общением о том, что Михаил Федорович Романов избран на царство. И теперь есть у нас новый царь. У Марина была возможность вернуться назад на родину, но она не вернулась. С отрядом верных казаков она очевидно решила продолжать предъявлять свои претензии на русский трон, но в общем, кончила она довольно плохо, она была пленена и заточена в одну...